Приветствую всех зрителей моего канала, и сегодня я хочу вам рассказать о таком устройстве как Samsung Galaxy Note 20 Ultra. А скорее мы будем обозревать одну его самую главную черту, это камеры. Начнем с того, что это флагман 2020 года. Телефон еще стоит в строю и никогда вас не подведет, хотя его флагманское железо уже устарело. Телефон работает на процессоре Exynos 990 и Snapdragon 865+. Какой процессор попадется вам, это неизвестно. Также у телефона есть замечательная вещь как стилус. Очень удобная и практичная. Стилус производит на всех окружающих вас людей, когда вы им пользуетесь. Вау впечатление. Этот Samsung относится к типу фаблетов, и он имеет изогнутый экран-водопад. Ну а теперь наверное стоит перейти к камерам, так как это самая важная часть этого телефона. Нашего пациента оснастили 12-мегапиксельной ультраширокой угольной камерой, 108-мегапиксельной основной камерой и 12-мегапиксельной камерой перископом. А вот фронтальную камеру ограничили всего 10-ю мегапикселями. Также теперь у Samsung появилась нейросеть, которая занимается обработкой фотографий после их получения. Теперь я предлагаю вам посмотреть всякие фотографии, которые я снимал на этот Samsung. А теперь я вам предлагаю сравнить фотографии Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Samsung Galaxy S22 Ultra. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Упомяну то, что у Samsung Note 20 Ultra есть возможность сделать фотографии портретным режимом. с приближением 2x и 1x, а у Samsung S22 Ultra есть возможность сделать фотографии в портретном режиме с приближением 1x и 3x. По идее 2x это лучшее приближение для портретных фотографий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас идет запись звука с телефона Galaxy Note 20 Ultra объектив 0.5, ультраширик. 1x, 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 1x И вот на этой ноте заканчивается сравнение двух этих телефонов. Теперь я просто повставляю фотографии. Сейчас я хочу подвести итог, что можно сказать, телефон не с самым мощным железом, но он все равно справляется. Телефон не с самой крутой камерой, но лучше других. И в целом телефон производит впечатление на окружающих. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что мое видео было приятно смотреть, и оно вам поможет в выборе этого телефона.